Всем привет, друзья! Мы подошли к последнему типу телосложения, это эндоморф. Сейчас мы сделаем обзор и на этот тип. Эндоморфы это огромные люди в смысле набора мышечной массы. Для них никакого труда не составляет набрать эту ужасную массу. Но, естественно, эндоморфы не обделены мышечной массой. Особенно хорошо у них развита верхняя часть ног. Это люди, просто можно сравнить их с громилами такими огромными. Обычно они стоят где-нибудь в охране, там, я не знаю, около клубов, либо, я не знаю, короче, где-то стоят. И, как я сказал, у них мощные ноги, и они просто... у них огромный приоритет есть в приседаниях, в жимах, ногами, да? У них очень мощные ноги, и они просто отличаются от всех тех типов, которые у нас были силой ног. Ну что же, перейдем к отличительным признакам эндоморфа. Первый пример эндоморфа — это круглое тело. Они такие пышненькие, коренастенькие, мощненькие, да? И я все время в пример привожу Федора Емельяненко. Он, по-моему, идеальный просто пример эндоморфа, потому что он с виду не качок, он такой подзаплывший жиром, но внутри он просто зверь. Он просто зверь, он воплощение монстра, он убийца. У этого парня огромная сила, и этим эндоморф отличаются. Он может убить просто любого вообще, в легкую. По нему можно сказать, что он много тренируется и много кушает. У него очень хорошая мышечная масса, но она под жиром, поэтому он сильный. И, естественно, неплохая жировая масса, поэтому он не выглядит качком. Как я уже говорил, они быстро наращивают жировую массу и мышечную массу. Я не знаю, это как плюс, так и минус, потому что им очень сложно сбрасывать эту массу. Чаще всего эндоморф небольшого роста. Видел бой, где Федор Емельяненко дрался с китайцем. Вроде бы он китаец. Длинный такой, в два раза больше его. И он ушатал его. Блин, я не ожидал такого. Хоть он такой коренастенький, маленький, да, китайц в два раза больше его просто. Такой ему приемчик на руку сделал, болевой. Вот это классно было. Но видите, какая проблема? Я уверен, что Федор тренируется каждый день и не по одному часу. Но у него жир остается. Ему очень сложно его сбросить. Естественно, когда он тренируется, после этого он хорошенько кушает. И вот такой баланс происходит. Но для эндоморфов нужна специальная белковая диета, чтобы похудеть. А Федор, я уверен, не преследует такой цели, чтобы там похудеть, либо что-то. Ему после тренировки нужно закинуться углеводиками, чтобы восстановить энергию, силу. И поэтому он, конечно же, не качок. Но он и так хорош. Этот парень просто красавчик. Таким людям очень сложно худеть, именно потому, что у них медленный метаболизм. Если у эндоморфов он очень быстрый, то у эндоморфов он очень медленный. И, естественно, они любят очень много кушать. И это переваривается, усваивается очень долго. Ну вот, в принципе, все. Больше нечего, я думаю, сказать об эндоморфе. Что касается Федора Емельяненко, этот парень вообще просто бомба. Желаю ему удачи, успехов, побед. Это мой самый любимый ММА файпер. Боец. Вот. Надеюсь, вам понравилось это видео. Это видео. Поставьте лайк этому видео. И покажите своим друзьям, чтобы они посмотрели. Увидимся в следующем выпуске. Пока.